Жюри ждет произведения на любом языке народов по Волжье в любом стиле и жанре. Организаторы уверены, конкурс поможет отыскать одаренных людей и подарить их песням новую жизнь. Более 200 физкультурников из 32 регионов страны собрал в Кисловодский фестиваль чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». О скорости, меткости и силе в нашем материале. В каждой команде по 6 человек. Все они обладатели золотых знаков отличия ГТО. В течение двух дней участники соревнований старались показать максимально возможный результат в выполнении упражнений комплекса «Готов к труду и обороне». Все участники молодцы. Каждый из них является сильнейшим в своей возрастной ступени. Каждый старался показать свой максимум. Теперь мы знаем свои сильные, слабые стороны. Есть четкое понимание, в каком направлении нам нужно двигаться дальше. Набор обязательных упражнений – стандартные. Подтягивания, стрельба и бег на 60 метров. Второй результат в подтягивании показал Александр Ефремов. На следующем году я буду, конечно же, стараться, буду тренироваться. Кто вас обошел? Он обошел меня местный кисловодский. Он сделал 35 раз, я потянулся 34 раза. Спорт – это норма жизни. Надо тренироваться, надо себя показать. Леана Чернова стала лучшей среди девочек в общем зачете. Она занимается палеотлоном уже полтора года. Любит стрелять. Но именно в этой дисциплине и случились накладки. Я занимаюсь палеотлоном и каждую неделю мы стреляем у нас в Академию. Но самое сложное для меня было стрельба, потому что совсем другая винтовка. Она была очень легкая по сравнению с нашей. ГТО – это не просто вид спорта. Им нужно заниматься, тренироваться всегда. И только после этого человек может добиться каких-либо результатов. Фестиваль прошел в преддверии важного события в спортивной жизни страны. В следующем году движению ГТО исполняется 90 лет. Минспорт России уже предложил объявить 2021 год годом ГТО. Так что команда нашей республики уже начала готовиться к следующим соревнованиям. Юлия Важенина, Сергей Копеев, Республика.